Все любят. Некоторые прям вот утром встают, как Лариса Анатольевна, и видят в зеркале красоту. Каждое утро. Даже если вокруг не очень красиво, в зеркале всегда красота. Мне помогает только общение с людьми, мне помогает зритель, мне помогает всякие наши вот сцены. Потому что для меня, например, я же когда-то тоже была манекенщицей. Да-да-да. И это было, вот сейчас вспоминаю, там проходила конкурс тоже. Это был 58-59 год. Представляете, когда это только все начиналось, в общем-то. У нас вот журнал «Силуэт», который сейчас на экране. Вот я принимала в нем участие тоже. Вот я на обложке. Это вы на обложке? Да, это я на обложке. Но для меня было все это подиум, или язык, как тогда называли. Язык, да-да. Для меня это была сцена. Потому что я мечтал быть артисткой. А я провалилась на экзаменах. Естественно, когда я вернулась из нашего Ленинграда, моего любимого города, где я родилась, я не поступила, там проводилась на первом же туре. И я вернулась, мне не... Ну что мне оставалось работать? Мама говорит, иди работай, тебя вырастила до 10 класса. Ну не получила, значит, иди работать. И, конечно, я где-то три года проработала. И год, почти больше года, я вот увидела просто случайно в газете, что открывается дом моделей в Таллине, и набираются, в общем, манекенщицы. И я помчалась туда, и меня обмерили, и всё, и взяли на подростковую одежду. Не на такие вечерние туалеты, но на подростковую. Потому что я была... Ну да... Сейчас метр восемьдесят шесть, считается, манекенщицы, это нормально, да, это такой рост. А тогда метр семьдесят два, это был вполне приличный рост. А плюс еще, считай, там восемь сантиметров, десять каблуки, это уже метр восемьдесят у тебя, да, получалось. Но я худенькая была, взяла на подростковую. Но пока я там работала, на меня стали уже шить и вечерние туалеты. И я помню, когда я выходила на подиум, я думала, ну, господи, я всегда думала, подиум, это тоже на метр выше от пола, так же, как театральная сцена. И я тоже себя чувствовала, потому что у меня в жизни мало было всяких туалетов, мама не могла мне что-то купить, я тоже зарабатывала мало. И я тогда из Золушки, вот когда я приходила, выходила на подиум, я превращалась в принцессу. Потому что надевали мне такие прекрасные туалеты, которых я в жизни не могла себе ни приобрести, ни видеть. Работа была сложная. Я думаю, что и сейчас такая же трудная работа у меня, конечно, что-то по шесть, по пять часов стоять на примерке, это очень тяжелый труд. А когда дюфили, вот я сейчас понаблюдала за девочками, я помню, как мы там снимали все себя, там ходят ребята какие-то, проходят мужчины, что-то еще через эту нашу раздевалочку. Мы там полуголые стоим, быстренько хватаем кто-то без галтера, кто-то еще что-то, кто-то друг-друг, по-моему, платье на сену. У меня был такой смешной случай. Но поскольку я юная была, тогда как бы без галтера особо не носила, но я помню, мне сделали такой туалет. Я иду, такая довольная, выхожу. А я еще улыбалась все время. Я такая улыбающаяся, мне назвали манекенчеством, потому что я не могла всяким в себе, так сказать, нести все это. Я всегда, у меня растягивалось лицо в улыбку. И я иду обратно уже, когда повернулась от вечернего платья, вот такой, там нужно было бы, вот такой был, немножко приступочка была такая. Здесь и это оркестр, 4 человека, мальчики сидят, музыканты. И я иду под муск, довольна, что уже кончается мой выход, поднимаюсь и наступаю на подол платья. И оно у меня так, ой. Голенькое стою, голенькое. Но хорошо, что я спиной была к зрителям, а к этим ребятам. Они так играть, ты можешь, пристань. Ну, я вот так прошла. Такой был самый случай. Но я вспоминаю свою работу с большим удовольствием. И мне помогли очень доммодели, когда я уже стала студенткой, поехала в Кану на фестивали. Там первые, кто откликнулся, на мой такой призыв, потому что носить нам нечего было студентам. Ну, что ничего не было. Я в Таллинн позвонила, и мне прислали два красивых платья. И я у меня был, когда я приехала в Кану, у меня было два красивых платья из таллинского доммодели. Так что я вспоминаю вот это вот. Хорошо, что ты сегодня пришла сюда, хочу посмотреть на девочке, то, что сейчас увидела на экране. Это великолепно. Они совершенно, я смотрю, жизненно радостные лица, понимаете? Они веселые, они полные энергии какой-то. Вот это так здорово. Это продлевает нашу жизнь. Это программа «Мой район». Спасибо! Спасибо!